5 правил при создании креативов для вашей таргетированной рекламы. Поехали! Всем привет! Меня зовут Влад Ледров и вы на моем канале Инстановости, где я рассказываю про все методы продвижения в Инстаграм. И сегодня я для вас подготовил 5 пунктов, которыми сам пользуюсь при создании креативов, то есть это фото материалов для таргетированной рекламы в Инстаграм. Первое. Используйте на фотографии людей. Так работает наш мозг. Когда человек видит в рекламе другого человека, у него вызывает это больше доверия, и следовательно реклама срабатывает лучше. Второе. Используйте четкие нормальные шрифты. Не используйте прописные с закорючками, которые плохо читаются даже издалека. Помните то, что человек иногда сможет Инстаграм на вытянутой руке, и если у вас прописной шрифт, он просто разоплывается, непонятно, что написано. Должны быть четко написанные буквы, которые легко прочитать. Третье. Используйте цвета, которые вызывают эмоции и ассоциации. Ваша реклама должна быть яркой, сочной. У меня был клиент, у которого фирменный стиль черно-белый. И, ну, нельзя использовать в рекламе такие траурные цвета. Нужно яркие использовать, насыщенные, желтые, красные, оранжевые. И желательно их подбирать даже к временам года, чтобы осенью больше было желтого, летом больше зеленого. Четвертое. Персонализация вашей рекламы. Если вы выбрали определенную целевую аудиторию, либо группу людей, занимающихся каким-либо видом деятельности, то в рекламе у вас должен быть и образ визуальный, например, человека. Если для поваров, то показывайте повара и пишите «Повар, курсы для тебя». Если для мамочек, то показывайте мамочку с двумя детьми и в тексте пишите для нее заголовок. «Ты мама, для тебя супер скидка». То есть у вас должно быть персональное отношение в вашей рекламе к вашей целевой аудитории. Запомнили, это заработает 100%. И пятый пункт – это дедлайн. Это срочность вашей акции. Вы должны прописать прямо в вашей картинке то, что акция там только 3 дня или предложение действует 24 часа. Вы должны вызвать бурю эмоций вашей рекламы, чтобы человек прямо сейчас перешел и не пропустил это, и не сказал «Ай, потом зайду». То есть у него должно быть ощущение, что он может этот момент упустить, эту скидку, он может не получить. И это обязательно нужно прописать в самой картинке, а не в тексте. Текст люди смотрят только потом. Поэтому я вам рассказал сейчас 5 правил, которые стоит применять в вашей рекламе. Если вам интересно, что же нужно внедрять в ваш бизнес, какие методы продвижения работают, или, например, вы хотите получить профессию и оказывать бизнесам услуги по продвижению Инстаграма и зарабатывать на этом, то я вам прямо сейчас советую перейти по ссылочке в описании и записаться на мой мастер-класс, где я для бизнеса расскажу, как увеличить свои продажи, а для ребят, которые хотят получить специальность, я расскажу, как получить первых клиентов. Жду вас на мастер-классе, а с вас лайк и обязательно подписка на данный канал. И пишите комментарии, что же вы хотите еще услышать в моих видео, какие темы вас еще интересуют. Пока-пока!